Ребята, привет! Меня зовут Хелена Райтман и добро пожаловать на мой канал! Если вы еще не подписаны и не стали частью нашей огромной 5 миллионов семьи, то скорее подписывайся, потому что мы тебя ждем! У нас с вами сегодня любимая рубрика «Проверочка на верность». Знаете, почему достаточно давно не было проверок? Потому что я такой человек, который любит что-то новое, что-то необычное. И когда все идет по стандарту, все как обычно, мне начинает становиться скучно, мне не хочется этого делать, мне хочется сделать что-то новое, что-то другое. Но тут был запрос, который отличается от всех запросов. Я, как его увидела, сразу такая «Да, вот это вот нам надо!» Сейчас я вам прочитаю. Огромная просьба, если у вас есть возможность посмотреть это видео с VPN, то, пожалуйста, включите VPN, выбирайте страну Канада. И спасибо вам огромное за то, что помогаете мне заработать денежку и смотрите рекламу. Потом, кстати, расскажите, что вам там рекламировали. Проверка на верность. Че? Хай, Ленок! Хочу попросить проверить моего парня. Но не с твоими фотографиями, а с фотографиями его бывшей. Такое возможно? На то есть причины. Они встречались со школы, с 8 класса. Она уехала за границу учиться, все это время они общались. Не часто, но общались. Он сказал, что это было по типу детской влюбленности, что уже все в прошлом, остались хорошими друзьями. И если он общается с ней, то исключительно как с подругой. Но мне не нравится, что при любой ссоре он звонит ей и просит совета. Это ребята максимально мерзко. Я не представляю, что чувствовала подписчица в этот момент, но представляете, вы ссоритесь с парнем. Он звонит своей бывшей, типа, что ты мне посоветуешь? Как человек, вторая половина должна себя в этот момент ощущать. Это отвратительно. Я была спокойна, потому что она была далеко, но случилось то, чего я не могла ожидать. Она вернулась. И теперь я не знаю, что мне делать. Я жутко ревную его к ней и не верю в их дружбу. Ты можешь притвориться ей и узнать все? Мне интересно, если она начнет свертовать с ним, то как он поступит? Девочки, это максимально интересненькая ситуация. Я сразу как прочитала, я такая, так, план действий надо, вот это, вот это, вот это, вот это. Все в моей голове пазл сложился, и сейчас мы сегодня с вами шпионы. Шпионская сложная работа. Привет, слушай, тебе повезло, потому что я за любой движ, а тут что-то новое. В таком случае нам нужно действовать сообща. Первое, дай мне ее аккаунт. Я скопирую все фото, описание и ник. То есть я должна была создать аккаунт абсолютно идентичный, как у нее. Даже фотографии должны были быть в том же порядке. Второе, очень важно, чтобы ты забрала его телефон, потому что в этом вся перчинка и заключается. После этого зайди в переписку с ней. Удали ее из контактов. Не бойся, она этого не увидит. Это надо, чтобы ее аккаунт ему в поиске не отображался. И выключи все уведомления на нее. Ну, вдруг она будет там писать, чтобы этого не было. Далее забей ему мой аккаунт, дал свой аккаунт фейковый. В контакты так, как записана она у него. Короче, ты должна полностью подменить мой профиль на ее. Также узнай, какие стикеры она использует. Мне нужен этот стикер-пак. Потом разыграть сцену, типа психанула и удалила всю переписку с ней. Так мы оправдаемся, почему нет смс. Я же пишу с нового аккаунта, правильно? Смсок нету. Вопросик, а куда они делись? Все правдоподобно, девушка прочитала их переписку, психанула и удалила. Но перед тем, как это сделать, напиши мне. Это важно, чтобы я ему сразу смс написала, где переписка. А то вдруг он решит ее набрать. Она, значит, удаляет переписку, а он вместо этого решает ей позвонить. И она такая, слушай, у меня переписка на месте. И тут вся наша махинация скроется. Поэтому я должна первое написать ему, подловить его. И тогда уже начнется диалог. Если сможешь все это сделать, то я проверю его. Как я ждала чего-то интересного в проверочках. Ребята, вы не представляете. Подписчица ответила, думаю, я смогу это сделать. Он после работы в душу ходит. Телефон обычно на зарядку ставят в это время. Если не поставить, то попрошу, чтобы позвонить дал. Скажу, у меня деньги закончились. И дала ее аккаунт. Ну и я, собственно, взяла, скопировала все фотографии, никнейм, описание. Вообще абсолютно все, что только можно быть. У нас вот аккаунты просто братья и сестры-близнецы. Я ей сказала, что жду отмашки. Мы с ней еще переписывались буквально парочку дней. Потому что нужно было нужный момент выбора. И этот момент настал. Настал он сегодня. Она мне пишет. Прости, что так поздно. Он задержался. Я все сделала. Он скоро выйдет из душа. Он может уже писать. Кстати, ребята, если вы хотите проверить свою вторую половинку, то можете оставить заявку на проверку у меня в Телеграм-канале. Там есть специальный бот, в который вы направляете свою заявочку. Поэтому все в Телеграм-канал и ждите проверки своей второй половинки. Ну что, будем писать. А где переписка? Привет. Не знал, что она тебе важна. Но пока он пишет ей не как любовница, да? Почему? Обычно отвечаешь раз в час или два вообще. Ага. Значит, как минимум мы знаем, что вот этой девушке не особо интересен разговор с ней. Потому что, когда тебе интересен собеседник, ты ему отвечаешь сразу, а не два часа. Но это же не просто так. А получается... Я отправила стикер, который использует девушка эта. Бывает. Ты занятая леди у нас. Чем она, интересно, занимается? Так сложно, когда ты не знаешь, чем человек занимается и строит из себя этого человека. Так что случилось с перепиской? Психанул. Случайно удалил. Криворукие забыла. Ну, так как обычно. Как у тебя дела, красавица? Совсем забыла о друге. Называть подругу красавица, но... Ну, может выйти ничего в этом такого-то и нету, да? Но я бы уже психанул. Я бы уже кому-то челюсть выбила. У красавицы все хорошо, а у тебя? Почему это забыла, эй? Уже неделю не общались. Я должен все знать. Ага, значит, общаться все-таки они редко. Хорошо, что хочешь знать? Чем занималась эту неделю? Что не писала? Еще что-нибудь сказано. Он такой, так ты же работаешь. Или скажу, я работаю. Он скажет, так ты не работаешь. Подписчицу я спрашивала, когда мы с ней все это время общались. Она про девочку вообще ничего не знает. Никем работать, нигде. Я что вообще про нее? То есть парень про эту девчонку вообще ничего не рассказывает. Жопа, короче. Да ничем таким. Было как-то не до телефона. Вот знаешь, такие моменты, когда время себе хочешь уделить. Так и у меня было. А ты сам что? Так я работаю. Давайте переходить к флирту, а то пока что-то непонятно. А я вот лежу в пенной ванне. И думаю, какой фильм посмотреть. Ну че? Че ты ответишь на это, дружочек? Мой бы друг сказал, смотри, не захлебнись. И сказал, опять же режешь в ванной, да? Потому что у меня привычка. Я беру свои вкусняшки, несу всю в ванную. И я даже сама не понимаю, я прихожу туда помыться, полежать или пожрать в воде. Что, я одна так что ли делаю? В ванной смотреть фильм. А так просто лежать скучно. Я вот не могу просто так лежать. Я залезу такая минут 10. Ну, пора вылезать. А если это фильм будет до конца серии, я должна долежать. Ага. Какой посоветуешь? Какие фильмы любишь? Последний раз аниме смотрю, поэтому не подскажу. Ты смотри телефон в ванной, не утопи. Заботливый ты. Айфоны они водонепроницаемые, понял? Угу. Эх, а я обычно смотрю то, что в ТикТоке попадается. Они хитрые, самые интересные отрывки кидают, а ты потом ищи. Кстати, знаете, что меня больше всего бесит? Вот есть у тебя подписка на какой-либо онлайн кинотеатр. Покупая ее, я хочу смотреть все фильмы в хорошем качестве и без рекламы. И вот мне, значит, попадается интересный отрывок из фильма. Решаю найти этот фильм в онлайн кинотеатре. А его нет. И это происходит постоянно. Зато он есть в другом онлайн кинотеатре. И что теперь делать? Скупать у всех подряд подписки? А кошелек-то мне подарит резиновый. Поэтому мне нравится видеосервис Винг. Для всех новых пользователей они дали возможность смотреть кино, сериалы и любимые телеканалы 60 дней бесплатно. 50 тысяч фильмов и сериалов, более 800 из которых эксклюзивы. А еще можно запросто найти для себя интересные ТВ-программы среди более чем 250 телеканалов. Очень классное решение. Очень приятно, что Винг заботится о своих пользователях. Переходи по ссылке в описании и смотри видеосервис Винг 60 дней бесплатно. Ты сегодня веселая. Не то что обычно. А что обычно? Обычно я к тебе, Алечка, Алечка. А ты на пофиг. Ну не перегибай. У всей жизни бывает период, когда не хочется ничего. Давай не будем об этом? Давай, Алечка. Капец, я соскучился по тебе. Так давно не виделись. О-оу. Я бы тоже хотела увидеться. Так давай увидимся. Привезу тебе сыр, косичку и персиковый сок. Сыр, косичку и персиковый сок? Что за смесь гремучая? У нее реально такие вкусы? Ну ладно, вкусы конечно не спорят, но мне кажется это перебор для желудка. Ты помнишь мои вкусы? Я все помню. Да что ты? Что еще помнишь? Про девушку свою помнишь? Что еще помнишь? Помню, как тебя от подруг забирал. Ты мне жалобным голосом звонила такая. Колюса, забери меня. Они меня напоили, я спать кихачу. И Коля встает с постели, одевается и на другой конец города едет. Коль, да тебе цены не было. Только если бы своей девушке не изменял. Ну явно видно, что вот эта его подружка, да, бывшая, вызывает у него интерес. Знаете, ребят, обычно во время переписки я шучу. Я такая вся расслабленная, да, там веду себя естественно. Но когда я монтировала это видео, я поняла, что здесь я сама не своя. И понимаете, на то есть причины. И вот только после того, как я начала монтировать и поняла, что какая-то фигня выходит, а не видео, я решила вам ставить моменты, точнее причину, почему я такой была. На протяжении всей проверки мне написывала эта девушка. И то есть я не могла полноценно погрузиться в эту проверку, потому что она просто застрачивала меня. Сейчас покажу сообщение. Что делаете? О чем говорите? Я ей говорю, подожди, не мешай, я там переписываюсь. Лена, он улыбается, сидит. Почему? О чем вы говорите, что он улыбается? Господи, просто дай сил, говорю, не отвлекай, пожалуйста, я занимаюсь проверкой. Я спрошу у него, почему он улыбается? Не надо, у него спрашивает, ты сорвешь проверку. Тогда ты мне скажи. Мне пока нечего тебе сказать, я только начала проверку. Я села рядом с ним на диван и пыталась подглядеть, о чем вы общаетесь. Так он не дал. Встал и ушел. Я понимаю, что она просто сейчас нафиг сорвет проверку. У меня все это на нервах, потому что я трачу на это время, силы. Я пытаюсь погрузиться с ним в разговор и снимать видео. И ей отвечаю, потому что я с ним буду отвечать, она просто все сорвет. Поэтому я просто была вся не своя, весь ролик. Далее она пишет, он куда-то ушел, ты можешь узнать, куда он ушел? Я говорю, как я узнаю, если я типа не знаю, что он куда-то ходит, как я могу узнать это? Ну просто спроси, что делаешь? Ты где? У меня просто не было слов. По ходу видео я вам буду присылать, показывать, что она мне писала и как все это происходило. Просто вы должны понимать, почему видео вышло вот не таким, как обычно. Почему я на нем не шучу, почему я на нем какая-то сдержанная максимально. Потому что вы просто должны знать это. Просто колюса самый лучший. А ты профукала самого лучшего. Ой, беда-то какая. Зато твоей девушке сделала одолжение. Пусть мне спасибо скажешь за такой подарок. Зачем ты сейчас про это? А что я такого сказала? А реально, я же ничего такого не сказала, да? Ничего, пока. А что я сказала-то, ребят? Эй, стой! Зато твоей девушке сделала одолжение, пусть мне спасибо скажет. Что его могло убедить-то? Коля! Да что случилось? В чем прикол убегать и не говорить? О, ответил. А о чем говорить, если ты сама начала? Да что я сказала? Ты такого хотя бы объясни. Что я начала? Что я такого сказала? Хорошо. Как у тебя дело с Вадимом? Девочки, у меня какой-то Вадим есть, что делать? Никак. И при чем тут Вадим? Не надо, Вадим, я про него ничего не знаю. Что значит никак? Что значит никак? Я не знаю, кто такой ХЗ, кто такой Вадим. Вадим, привет. То и значит, вы расстались? Ааа, у нее парень типа есть, Вадим. Девочки, нам придется расставаться с Вадимом, потому что тогда у него будет полный доступ, и он сможет в случае чего показать себя полностью, как он относится к этой девушке, да? Да. Когда? Почему не сказала? Тебе-то что? А почему тебя это волнует? У тебя вообще-то девушка есть. За нее волнуйся. Потому что волнует. Ты прекрасно знаешь почему. Почему? Расскажи, почему? Я говорила, что он тебе не подходит. Слышишь, гений, ты как бы это, она сама разберется, кто ей подходит. В смысле, мы сами разберемся, кто нам подходит, а кто нет. А кто мне подходит, Коля? Нормальный парень, который будет заботиться о тебе. Я такого еще не встретила. Я сразу уже вижу, я не читая тексты, вижу много точек. Точка. Не встретила, значит, точка. Ок. Точка. Пока. Точка. Я тебе эту точку, знаешь, куда? Я ненавижу, когда люди вот так, знаете, с точками пишут. Типа, я уже поняла, что ты обиделся. Но что ты начинаешь вот эти точки, точки, точки свои ставить? Да что происходит? Что за обиды? Я не хочу, конечно, сейчас наговаривать, но он реально ведет себя, как маленькая девочка. Что-то не понравится. Плохая ты. Я обиделся. Я очень ранимый. Даже девчонки так не обижаются просто за любой фигни. Да, говорить с тобой невозможно. И он тупо читает мои сообщения и не отвечает мне. Выбесишь, парень, пошлете их куда подальше. О чем говорить, если ты еще не встретила такого парня? Колюсь, успокойся, истеричка-то недоделанная. Мужиком будь, алло, включи мужика. Ты че? А встретила? Где? Меня? Да не дай бог такую истеричку встретить. Коля, ты стучак не пустил. А, я обиделся. Да, трэш. Мои друзья же с тобой. И у тебя девушка есть. Понятно. Теперь точно. Пока. Господи, дай мне сил. Давай обсудим. Я не понимаю твоих обид. Никаких обид. Точка. Теперь мне все понятно. Точка. Я скучаю по Ирме. В такие моменты я думаю, что шум может быть хуже Ирмы. А теперь вот вижу, что вот, например, Коля. Коля, у тебя девушка есть. А может ты нет? А может мы расстались? Что значит, а может нет, а может расстались? Так может или расстались? А чего бы ты хотела? Можно я сейчас буду откровенно с вами? По идее, я сейчас должна начать его клеить. Типа написать, я бы хотела, чтобы ты был только Майя и Ним, Коленька. Но знаете, мне нужно немножко потерпеть, потому что я это напишу только, когда смогу переступить через себя. Потому что сейчас этот человек вызывает максимальное отращение вот этими своими обидами, вот этой своей истеричной натурой. Потому что он реально ведет себя как... Да я же не буду говорить как девочка. Девочек не хочу обижать, потому что девочки не такие. Наверное, как ребенок капризный какой-то. В смысле, чего бы я хотела? Ты какой ответ хочешь услышать? Что мы расстались или что мы вместе? Я хочу, чтобы ни одна девушка не угодила в твои любовные сети, если так можно назвать. Твой любовный ад. Я правду хочу узнать. Понятно! Понятно! Да ты задолбал! Тебе, как обычно, по боку на меня. Я теперь понимаю эту девчонку, почему она бросила его и аж в другую страну свалила. Девочка молодец, красотка. Сейчас, наверное, вернулась и он ей написывает, как узнала. Я такая... Ну ты ля. Ну ладно, буду тебе там раз в две недели отвечать. Раз в два часа. Я прекрасно понимаю, девчонку. Если ты счастлив, то я буду рада за тебя. А вот я не буду рад за тебя. Это все ты на стратишке мне. В смысле? Объяснись. Если у тебя будет парень и ты будешь счастлива, то я не буду рад за тебя. Офигенный ты, друг, с тобой дружить одно удовольствие, знаешь ли. Почему? Покачину. Аля. Слышишь, истеричка, успокой свои проблемы. Обошел в жопу. Понятно. Точка. Я думала, мы друзья. Точка. Ты только и мечтаешь об этом. Ты помнишь, что мы друг другу пообещали? Господи, что там такое? Что? Если до 25 мы не найдем вторую половину, то будем вместе. Девчонка. В смысле, Аля, если ты это смотришь. Аля, я не знаю, сколько до 25 осталось, но Аля срочно бегом ищи. Вот знаешь, что, Аля, он понимал, что его вообще никто не выдержит. Вот он такие договора и придумывает. Аля, ищи срочно мужика, срочно. И вновь зачитываю сообщение, которое писала моя подписчица, которая просит проверить парня на верность, но не дает мне это сделать. Вот за тот период, который вы, собственно говоря, смотрели. Вставляю. Почему ты так долго переписываешься с моим парнем? Скоро закончишь. Ну, извините. Как идет, так и идет. Он проверку прошел? Дождись. Еще ничего не ясно. Нет, я хочу получить ответ сейчас. Лена, по какому праву ты от меня скрываешь, о чем вы общаетесь? Господи, боже мой, ребята, это просто невозможно было проверять. Все видео, вот так вот мне делали мозг. Что он, что она. Я начала ее игнорировать. Ты мне отвечать будешь? Я кому пишу? Ты же нашел. Мне 24, я могу и потерять. Ответь, ты готова выполнить обещание? Какой же противный человек он. Буду смотреть на огонь. Он меня успокоит. Успокоит. Потому что знаете что? Понятно! Точка! Можешь не отвечать. Точка! Дайте мне минутку релакса, пожалуйста. Что ты ни хераси меня не успокаиваешь? Понятно. Понятно! Я обиделась на свечу, все. Понятно! Ну и не гори. Ну и горит для кого-то другого теперь. Понятно? Я хочу ему задать важный вопрос. Ты любишь свою девушку? Ты прекрасно знаешь, кого я люблю. Кого? Да про чем тут кино? Почему ты вечно пытаешься нить тему? Какое кино? Он про че вообще. А, я ему написала кино. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Фу! Абьюзер! Этот Т9 исправил Т9. Я имела ввиду кого. Какой он противный, истерик. Просто. Стойте! Угадайте, кто на меня опять обиделся? Кто меня игнорирует? За то, что я написала кино? Потому что Т9 исправил вместо кого? Он опять обиделся. есть? Ох. Ответишь? О, зато сразу смс-ки прочитаны, он сидит вот так вот в диалоге и обижается, ждет, когда я буду ему написывать. Да, я люблю свою девушку. Довольна? Я то, что должна быть довольна. Это ты будь доволен. Я доволен. Ладно, я готова переступить через себя, потому что я понимаю, что чем раньше я закончу проверку, тем быстрее я избавлюсь от этой истерички и смогу отомстить. Мне не доставляет это удовольствие. Ты про что? Про то, что я доволен? Про то, что у тебя есть девушка. Почему? Аля, почему? А че ты так взбодрился-то? Может быть, я до сих пор не могу забыть тебя? Правда? Это пранк? Это проверка. Правда. Я тебя люблю, Алечка. Очень сильно люблю. Ну и все. Ну и хана, кранты тебе. Честно? Конечно, честно. Я когда думаю о тебе... Ой, я такое не вставлю. Я когда думаю о тебе, у меня дикий... А как было это? Тут речь про дудку, которую поставили. Понятно, да? Жесть. Ого. Я других девушек вообще не воспринимаю. Они тебе в подметки не годятся. А я тебя не воспринимаю. И че теперь? А почему тогда встречаешься с ней? Так ты сама догадайся. Я тебе не гадалка. Хочу, чтобы ты сказал. А ты помнишь, когда она у меня появилась? Ты сразу можешь говорить, че ты это... оттянуть-то надо. Когда? Когда ты мне сказал, что с Вадимом стала встречаться. То есть, получается, что он просто ей назло начал встречаться с моей подписчицей. Так ты мне типа назло стал с ней встречаться? Ну да. Думал, заревнуешь и бросишь Вадика своего. А девчонка, наверное, такая Ох, слава богу, слава богу. Хотя бы от меня отстанет. Ничего себе. Я люблю тебя, моя маленькая. Маленький тут только ты со своими детскими истериками. Коля, что же нам делать? Мы созданы друг для друга и должны быть вместе. Да, упаси боже. Я ни одной девушке не пожелала быть с тобой вместе. Я должна подумать обо всем. Дай мне три дня, и я приду к тебе с ответом, хорошо? Не хочу, не могу, не пущу. Пошел нафиг, сиди, терпи, сказали, жди. Мне это надо. Как думаете, что он мне ответил? Давайте проверим вашу интуицию, насколько вы погружаетесь в переписку. Раз, два, три, четыре, пять. Понятно! Точка! Ох, точка! Он опять на нас обиделся. Давайте писать подписчице, фу. Проверка на верность. Че? Слушай, он какой-то неадекватный. На любую фигню сразу обиды кидает. Да, меня это тоже раздражает. У тебя получилось? Надеюсь, он прошел проверку? Не хочу думать, что потеряю его. Надейся, что потеряешь его, ты че? Тебе зачем оно надо? Слушай, ой. К сожалению, нет. Мне удалось выяснить много подробностей. В том числе, что он любит свою бывшую. Ну и, собственно говоря, скинула ей нашу с ним переписку. Часть переписки, чтобы она понимала, что так оно и есть. Маленькая моя! Он меня так всегда называл! Не могу поверить, что он еще кого-то так называет! Мне он тоже говорит, что мы созданы друг для друга! Говорит, что я самая идеальная девушка на фоне любой! Это точно мой Коля пишет? Я не верю, это поделка, он так не мог! Мне сложно сейчас ее поддерживать, потому что, честно, я считаю, что ей очень повезло, что она от него избавится. Мне очень трудно грустить в этой ситуации. К сожалению, что есть, то есть. Мне жаль, что я пришла с такими новостями. Мне не жаль. В любом случае, я всегда говорю и парням, и девушкам, лучше узнать сейчас, чем когда у вас была бы семья, и он бы быстро метнулся к другой. Решать тебе, простить или отомстить? Знаете, что она написала? Я уже решила. Ты подстроила эту переписку. Ты не общалась с ним, потому что он не мог так поступить со мной. И он не мог так сказать. Это был не он. Не знаю, с кем ты там общалась, но не с моим парнем. Я разочаровалась в тебе. Я думала, ты честный блогер, а ты обманываешь. Так, если бы я подстроила переписку, если бы я общалась не с ним, то зачем бы я после проверки тебе выписала? В чем прикол? И к тому же, ты всегда можешь взять его телефон, открыть наш с ним диалог, посмотреть, что это есть. В любой момент можешь взять его телефон и убедиться, что это правда. А оправдывать его действия? Последнее дело. Да, как только некоторые девушки не способны оправдать измену, и все вокруг виноваты, один он святой, конечно. Тебя никто не просил давать совет. И тебе не разрешали лезть в личную жизнь. Вот и не лезь. А не ты попросила проверить своего парня, фотография бывшей. Мне вот интересно, зачем подобные девушки вообще обращаются за проверкой, когда они не готовы воспринимать правду, и когда в любом случае они останутся с этим парнем, изменяй, не изменяй. Вот в чем смысл? Вот что ты обратилась ко мне? Зачем ты потратила мое время сейчас? Чтобы что? В видео попасть? Молодец, попала, но не в лучшем свете будешь выглядеть. Как говорится, хочешь делать как лучше, получается как всегда. Не делай добра, не получишь из зла. Ладно, у нас не цитаточки сегодня. Я, если честно, растерялась, потому что, во-первых, мне пришлось вытерпеть истеричку мужского плана, а сейчас мне еще пришлось истеричку женского плана выслушать. Обвинила меня в том, что я подделала переписку с ее парнем. Ну, делать-то мне больше нечего. Создаю фейка на твоего парня, потом тебя пытаюсь обмануть. А смысл этого всего? Жесть, конечно. Ладно, плевать. Эта проверка не давала мне покоя, и на следующий день я решила написать той самой девушке, которая притворялась и которая ревновала подписчица. Просто я хотела полностью разобраться в ситуации. Я ей пишу. Привет, извини, что беспокою. Я хотела спросить тебя о твоем бывшем, о Коле. Привет. Ты кто и почему интересуешься Колей? Ты его девушка? Упаси боже! Я Елена Райтман, снимаю проверки на верность. Его девушка обратилась ко мне за проверкой, но попросила поставить твои фото и проверить, дружба у вас или нет. Он проверку не прошел, сказал, что любит тебя и хочет быть вместе. Пишу тебе, чтобы узнать, как ты к нему относишься, взаимно ли это. Понятно. Понять бы, как все объяснить. Я приму любой ответ, так что не скромничай. Коля это все равно, что сталкер. Мы с ним никогда не встречались, я с ним только дружила в школе и держала во френдзоне. Он всегда проявлял симпатию, с чего ты решил, что мы встречались и с чем говорит это? Я иногда ему отвечаю, но чувства точно не взаимны, с моей стороны. А как ты меня изображала? Понятно. Так и думала, судя по его ответам. Просто сдал твой фейк и все. Если не секрет, чем он тебе не угодил? Я, конечно, догадываюсь, чем, но хотелось от нее услышать. Не мой человек. Временами он бывает странный и агрессивный. И обидчивый. Его девушка тоже мне пишет часто с фейка. Угрожает, чтобы мы не общались. Поэтому я отвечаю ему очень редко и парой слов. Я ей говорила, что Коля мне не нужен. У меня есть молодой человек, мы счастливы. В принципе, по девчонке сразу было понятно и по ответам Коли, что ей на него вообще плевать. Ну, подписчица, конечно, очень странно делает. Типа, если кого и винить в этой ситуации, то только Колю. Спасибо, что ответила. Желаю удачи. Спасибо. А, и это. Коля думает, что ты его любишь. Сори. Ну, что ж, ребята, спасибо большое за просмотр. Буду надеяться, что следующие проверки будут поадекватней. Как я всегда говорю, такие видео тоже должны быть. Ничего страшного. Спасибо вам за просмотр. Я вас очень сильно люблю. Целую обнимаю. Обязательно подписывайся на мой телеграм-канал, потому что именно там ты можешь отставить заявку на проверку своего парня, своей девушки, в общем, своей второй половины. Я посмотрю твою историю. Если она мне понравится, если она подойдет, будет очень интересной, то я обязательно проверю твою вторую половинку. Так что переходи в мой телеграм-канал и заполняй анкетку в боте. А я вас люблю целую обнимаю. Всем спасибо и пока.